Ну что ж, друзья, продолжается наш прямой эфир. Мы продолжаем встречать новый день в эфире программы Доброй Раницы Беларуси. В Минске 21 октября, а именно в Центральном Доме Офицеров, состоится праздничный концерт к юбилею народной артистки, основателя и бессменного художественного руководителя Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки» Валентины Ивановны Гоевой. И вот рассказать об этом знаковом событии, а чуть позже даже и спеть, Сегодня к нам пришли представители ансамбля «Хорошки», заслуженный артист Республики Беларусь Василий Приходько и артистка балета Татьяна Рубченя. Доброе утро! Доброе утро! Ну давайте расскажем, что не вы будете петь, это у нас потом еще будет чуть дальше сюрприз. Ну а давайте поговорим о вашем мероприятии, таком важном и торжественном. Итак, в июле этого года Валентине Ивановне исполнилось 85 лет. И я знаю, что нашим зрителям сейчас расскажу, что 47 лет своей жизни она посвятила «Хорошкам». Она создавала огромное количество уникальных авторских программ. И вот теперь подготовлена, опять же, Валентина Ивановна, юбилейная программа «От смутку до веселья». Вот расскажите нам, где мы будем там грустить, а где будем веселиться? Ну, правильно заметено, что будете грустить и веселиться, и будет о чем задуматься, конечно. И вообще диапазон вот этой фразы «От смутку до веселья» он безграничен. Это много эмоций, много красок, много мотивов, которые можно найти. Конечно, основной акцент был сделан на такой теме войны. Она, конечно, очень близка нашему народу, она очень раскрыта широко, но именно так как раскрыта в «Хорошках», мало где можно найти. А раскрыта она с точки зрения именно женского образа. Это и слезы, это и боль, это печаль, это надрыв, это жизнь на грани отчаяния. Но среди всего этого можно найти какое-то светлое, тихое женское счастье, которому может радоваться только женщина, и которое может чувствовать только женщина. И Валентине Ивановне это было очень близко. И она со своей стороны, все это пережив, перестрадав, смогла вынести на сцену. И зритель, конечно, я уверена, оценит это по достоинству, и каждый найдет те нотки, которые созвучны ему, его эмоциям. Ну а веселье — это то, что мы должны нести людям, это основа нашей работы, вызывать какие-то эмоции, желательно, чтобы они были радостные, чтобы они доставляли удовольствие, чтобы они делали тепло в душе, уют, чтобы человек уходил с концерта и думал, вот я не зря провел вечер, и это должно быть в каждом доме, в каждой душе и отражаться в каждой эмоции человека, и чтобы он это нес дальше, и чтобы оно ему помогало в жизни. И это такие веселые, ну не веселые, это замечательные номера, которые и из золотого фонда, с фольклорной программой, игровые, шуточные, и новые номера. И, конечно, старались собрать программу из лучших номеров, которые оставят отпечаток очень такой положительный и позитивный. Конечно, наверное, вопрос, наверное, больше к Валентине Ивановне, но поскольку ее сейчас пока нет в нашей студии, ответьте, пожалуйста, каким образом готовился концерт, как долго? Потому что вы ведь непосредственно от начала до конца присутствовали на рейтинге. Ну, наверное, правильно будет сказать, что концерт готовился на протяжении всех 47 лет. Мы шли к этому концерту или всей своей творческой жизни. Валентина Ивановна шла к этому концерту. Конечно, за 47 лет создано, как правильно сказала Татьяна, огромное количество номеров, программ. И эта программа, которая будет показана 21 октября, она неоднозначная. И не зря она называется «От смутку до веселья», потому что у коллектива очень большой диапазон эмоциональный. Мы не только радуемся и дарим радость, мы умеем грустить от светлой грусти до той грусти, которая терзает душу, понимаете? И, наверное, задача этого концерта и возможность этого концерта показать всю богатую палитру эмоциональную, которая присуща нашему ансамблю. Ну, мне кажется, что зрители выйдут оттуда однозначно наполненными различными эмоциями. А вот, кстати, по поводу зрителей, еще можно попасть? Еще можно успеть купить билеты? Есть еще в продаже? Вроде бы есть еще билеты, да, в продаже, по-моему. Ну, да, еще можно найти. Напомним, 21 октября, Центральный дом офицера. Кстати, за кадром мы с вами говорили о том, что уже сменилось очень много поколений артистов, да, кто-то сейчас на сцене, кто-то временно не может выступать. Вообще, вот, большая ли группа вот артистов в «Хорошках»? Сколько примерно человек? Вообще «Хорошки» — это достаточно камерный коллектив. Но на сегодняшний день артистов балета, именно рабочих, работающих, около 30 человек. Почему я говорю рабочих и работающих? Потому что у нас есть такая замечательная категория, как молодые мамочки, которые временно оставили сцену, наслаждаются новым своим статусом. Это тоже очень приятно. Но даже находясь в таком положении, они очень сопереживают, они ходят на концерты. Очень тяжело, я сама мамочка, тяжело сидеть в декрете, очень хочется обратно. Но вот как бы материнский долг, он зовет, он обязывает, и он вносит свою наполненность жизнью. Даже в артистов балета. Но и, насколько я еще понимаю, помимо танцев и музыки, у вас еще есть и собственный оркестр, с которым вы выступаете. Конечно, это наша неотделимая вообще часть. То есть «Хорошки» без оркестра — это уже не тот коллектив, это единое целое. Вот «Живьем», кстати, будет исполнение и прямо после нашей беседы. Так что спасибо вам большое. Горела сердце яка, горела, светила сердце яка у наших. Я так согреть тебе хотела, От лютой стюжи збера хочу. Я так согреть тебе хотела От лютой смерти сберачи.